Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Руслан Джукаев и коротко о главном. Карачаево-Черкесия вместе с федеральными экспертами обсудили проведение единого государственного экзамена на территории республики. Эксклюзивное интервью пилота гражданской авиации Дамира Юсупова. Он спас сотню человеческих жизней, совершив аборийную посадку в кукурузном поле. За спасение погибавших сотрудник специального подразделения СОБРа получил государственную награду. Российские школьники продолжают сдавать единый государственный экзамен. Обязательные предметы, русский язык и математика уже позади. Впереди экзамены по выбору. В Доме правительства прошло совещание под председательством первого заместителя председателя правительства Карачаева-Черкесии, председателя государственной экзаменационной комиссии Руслана Тамбиева. Вместе с федеральными экспертами обсуждали проведение единого государственного экзамена на территории республики. Перед тем, как озвучатся основные вопросы встречи, вице-премьер наградил дипломом призера Всероссийской олимпиады школьников по биологии ученицу 9-й гимназии города Черкеска Уму Хасанову. После перешли к основной теме совещания единый госэкзамен и затем заслушали мнение федеральных экспертов. Вопустники Карачаева-Черкесии в период коронавируса поняли, что надо выбирать профессии, которые спасут от самоизоляции и дадут возможность самореализоваться. Врачи, аграрии и инженеры – это сегодня самые популярные специальности в Северокавказской государственной академии. Из приемной комиссии ВУЗа репортаж Руслана Каркмазова. Приемная комиссия Северокавказской государственной академии начала работу с хорошими вестями. Бюджетные места увеличились на 10%. У нас где-то более 500 бюджетных мест на очной и заочной форме обучения. В том числе у нас средние профессиональные колледжи имеют бюджетные места. Так что снижения бюджетного финансирования нет. Ректор Руслан Кочкаров отметил, что сегодня государственная политика сделает бесплатное образование в регионах более доступным. Поэтому в академии ожидают еще большего увеличения бюджетных мест. Глава государства обозначил четкую задачу, что надо эти места увеличивать. Учредитель над этим работает. Вполне возможно, что и в этом году даже могут быть увеличены эти места. В Северокавказской академии работают телефоны горячей линии. Я вас слушаю. Общение с абитурентами проходит с соблюдением антикоронавирусных мер. У вас есть возможность сейчас сесть за компьютером? Мы бы с вами вместе прошлись по сайту. Поэтому горячая линия академии работает, как горячая линия Кремля. Круглосуточно. Вечером все освобождаются, поэтому начинаются они после работы. Иногда такое бывает, что вместо самих абитурентов звонят родители. Просто абитуренты нас немножко, наверное, стесняются. Для абитурентов и их родителей, желающих не онлайн, а лично прийти в академию и получить информацию о том, какую профессию жизненный путь выбрать, здесь широко раскрыты двери. Потому что знают, как не допустить распространения коронавируса. Мы и экзамены уже в медицинском институте, например, сдавали в режиме прямого общения, потому что иначе законом это не предусмотрено. Мы научились соблюдать все меры предосторожности. И сегодня вот эти вот мероприятия, которые мы уже усвоили, они позволяют, на мой взгляд, спокойно перейти и на режим личного приема. Этот прием мы тоже практикуем. И вот на личный прием пришли Алина Хачирова и Радха Семенова. Эти милые девушки работают на станции скорой помощи. Радха уже учится здесь на медфакультете, а сейчас привела с собой Алину. Это насколько надо быть целеустремленным, чтобы ночью спасать жизни людей, а днем учиться на врача. Семенова не жалуется, говорит, что она любит профессию и все успевает. Вот и Алина решила, что из фельдшера пора переходить на более высокий уровень. Тимонологию. Алина, конечно, желает поступить на бюджетное место, но если этого не случится, то все равно, как и Радха, готова учиться на платной основе. Инвестиции в профессиональное будущее эффективнее инвестиций в шубы. Приглашаю наших абитуриентов, наших будущих первокурсников не заморачиваться выездами далеко за пределы нашей республики. Мы готовы оказать весь практически спектр услуг образователя, который востребован на уровне нашей республики. Начиная от дизайнеров, заканчивая медиками, юристы, экономисты, IT-специалисты, строители, инженеры. То есть весь спектр у нас есть, поэтому мы всех ждем. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Он спас сотни человеческих жизней, награжден на самом высоком государственном уровне. Под руководством потомственного пилота гражданской авиации Дамира Юсупова в августе 2019 года самолет Аэробус А-321 совершил аварийную посадку в Кукурузном поле в Подмосковном Жуковском. Причиной повреждения воздушного сотна стало многочисленное попадание птиц в двигатели. Командир корабля Уральских авиалиний по приглашению нашего земляка, известного рекордсмена Марата Узденова, прибыл в Карачаево-Черкесию. Своими впечатлениями он поделился в эксклюзивном интервью с нашим корреспондентом Асланом Гирюговым. Здравствуйте, Дмитрий Карстанович. Разговорите, пожалуйста, о том, как вы вообще получили, что вы посетили Карачаево-Черкесию. Я нахожусь здесь недалеко на отдыхе с семьей и по приглашению моего знакомого пригласил вас посетить Карачаево-Черкесию, посмотреть красивый город Домбай. Вот, недавно мы вернулись, поднимались в высоту 2400 метров, взяли на прокат квадроциклы и поехали всей нашей дружной компанией в горы. Преодолевали броды с горных рек, наслаждались чистым горным воздухом, красивыми горами, красивыми лесами. Очень замечательно провели время, очень благодарен за гостеприимство, которое оказано за такое внимание. Все очень понравилось, очень красивый, такой благоприятный регион, все дружелюбно относятся, погода хорошая. А вы здесь первый раз вообще? Да, здесь первый. Какие ваши впечатления? Ну, все очень нравится, не ожидал, что здесь так красиво. Вот именно в горах, вот первый раз нахожусь, чтобы подниматься на такие высоты, что такое сочетание и горных вершин, и зелени, и скотина пасется, так все. И горные реки текут, так все очень естественно, очень так красиво все. Очень доволен. Вот многие наши зрители, люди знают вас как герой России, который спас много жизней. Что бы вы мне рассказать о том, как вы себя чувствуете до и после этого подвига, который вы совершили? Ну, до этого подвига намного спокойнее себя чувствовал сейчас, потому что все равно фигура узнаваемая, повышенное внимание. И как-то все-таки спокойствие, оно приятнее для души, намного спокойнее. Очень хорошо, что появилось много друзей, много знакомых, люди поддерживают. Поэтому, что есть, то есть, поэтому сейчас, конечно, жизнь разделилась до и после. Поэтому нужно благодарить, что так все удачно получилось, что все живы-здоровы. Поэтому я очень благодарен той поддержке, которая есть. Я рад, что есть у меня такие новые друзья, много друзей, с которыми могу встретиться и провести время. Вот многие дети, ну, люди часто мечтают быть в детстве пилотами. И что вы можете рассказать об этой профессии? С какими трудностями вы обычно сталкиваетесь? Вот особенно в вашей профессии, и поводок показывает, что трудности бывают. Ну, во-первых, это, конечно, очень красивая работа, есть романтика. Есть много плюсов в том, что путешествуем, но в то же время это такая сложная, ответственная работа, где нужно, во-первых, иметь хорошее здоровье, иметь хорошую подготовку, хорошо учиться в училище и, соответственно, со всей серьезностью подходить к работе. Потому что перевозим пассажиров, несем большую ответственность, и нужна определенная подготовка. И считаю, что такая серьезная работа, конечно же. Тем, кто хочет поступить в летное училище, стать пилотом, «Ребята, идите вперед, конечно же, старайтесь, и работа вас будет радовать, будете получать удовольствие от этой работы». А в эту профессию вы были изначально? Ну, у меня папа пилот, у нас династия, поэтому я с детства мечтал быть пилотом. И никем, как пилотом, себя с детства не видел. Поэтому вот так вот мечта, мечта детства. Спасибо большое. Они не только следят за порядком и ведут борьбу с терроризмом, но и оказывают помощь по спасению граждан, попавших в опасность. Сотрудник специального подразделения СОБРа получил государственную награду за спасение погибавших. О том, за какие заслуги был отмечен СОБРовец, подробнее расскажет в нашей постоянной рубрике в гостях у Росгвардии Алихан Лепшоков. Добрый день, дорогие телезрители. Я рад вас приветствовать в нашей регулярной телевизионной рубрике в гостях Росгвардии. Сегодня мы расскажем о сотруднике, который получил государственную награду за спасение погибавших. Майор полиции Роман – офицер СОБРа Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике. Он удостоен государственной награды за грамотные и оперативные действия и самоотверженность, проявленные при спасении людей на пожаре. Эту гостинограду я получил за спасение погибавших на пожаре. Позвращаясь после дежурства, я подъехал к своему дому, к своему подъезду и увидел, как из третьего окна выходит дым. Я понял, что в этой квартире начался пожар. Долго не раздумывая, я быстро поднялся к эту квартиру. Квартира была закрыта, дверь была закрыта. Соседи сказали, услышавшие стук, что в квартире находятся люди. Я также продолжил стук в дверь, после чего мне хозяйка открыла дверь. Я принял решение, что нужно оказать помощь. Вытащил хозяйку на лестничную клетку и оказал ей первую помощь. Спросил у нее, находится ли в квартире еще кто-либо. Она сказала, что там находится еще мой муж. Узнав это, я зашел в квартиру, но в квартире было очень много дыма. Мне пришлось выйти с нее и попросить у соседей мокрую тряпку, для того, чтобы обмотать ее лицо и снова зайти, чтобы как-то можно было дышать в этой квартире. Зайдя в квартиру, я, можно сказать, по стенкам на ощупь пробрался в комнату, где находился человек, мужчина. Подхватив его, вытащил его на лестничную клетку. Также в территориальном управлении Росгвардии имеются и другие сотрудники удостойных государственных наград, как за спасение погибавших, ордена мужества, медали за отвагу, медали ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и многие другие. В настоящее время у нас проходят службы более 30 сотрудников полиции и военнослужащих, которые удостоены высших государственных наград Российской Федерации. Личный состав награжден орденом мужества, медалями за отвагу, медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, за отличие в охране общественного порядка, за спасение погибавших и медалью Суворова. Четыре сотрудника награждены орденами мужества. Добавлю также к сказанному, что сотрудник специального подразделения награжден двумя орденами мужества и также награждены восемь сотрудников медалями за отвагу, четырьмя медалями к ордену за заслуги перед Отечеством. С начала текущего года два сотрудника специальных подразделений награждены государственными наградами за спасение погибавших. Они удостоены этих наград за спасение человека в условиях сопряженных с риском для жизни. Хочется отметить, что восемь из тридцати награждены несколькими государственными наградами. Одному сотруднику полиции направлено благодарственное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина. Ну что, на этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин